Друзья, мое почтение! Сегодня буду ставить настойку на крыжовнике. Эта настойка очень простая, но в то же время очень вкусная, и я не побоюсь этого слова, даже полезная. Потому что в крыжовнике содержится огромное количество витамина С. А витамин С нам нужен для чего? Ну, для того, чтобы, скажем так, избежать или смягчить похмелье, даже если мы перебрали. В общем, крыжовник это вообще кладезь витаминов. Я в прошлом году, когда впервые поставил эту настойку, мне посоветовали, я думал, ну что там может быть такого вкусного? Ну, крыжовник и крыжовник. В принципе, ну варенье там из крыжовника, допустим, да, там хорошо, вкусно. Ну, а настойка, ну какой она там вкус даст, какой аромат? Попробовал, сделал, и был очень и очень, я приятно, ребята, удивлен. По аромату, конечно, да, никакого там супераромата не появилось. Ну, откуда ему взяться от крыжовника? Был такой легкий, такой фруктовый ягодный аромат, легкий-легкий. Но на вкус было очень, очень интересно, очень приятно. Я был удивлен, что, во-первых, цвет получился такой, знаете, слегка-слегка фиолетовый. Ну, вот, как такой недоспелый крыжовничек, вот такой слегка фиолетовый цвет. Настойка получилась до такой степени мягкая, питкая, приятная, по вкусу, и не сильно сладкая, и не кислая. В общем, то, что нужно, то, что доктор прописал, как говорится. Мне очень зашла, всем, кому удавал попробовать, также очень зашла. Поэтому, естественно, в этом году я решил ее повторить. Для этой настойки что нам нужно? Естественно, сам крыжовник, хвостики, вот эти носики обрезать не обязательно. Здесь у меня 3 килограмма крыжовника, 7 литров сортировки. Что это такое за сортировка? Спирт, который я получил из глюкозно-фруктозного сиропа, я разбавил до 40% по крепости. Спирт может быть любой, сахарный, зерновой, но вот у меня есть ГФС спирт. Это, в принципе, по вашему усмотрению. И нам нужна еще фруктоза. В общем, получается, на вот это количество, 3 килограмма крыжовника, 7 литров, потребуется мне, вот, столовая ложка такая вот, довольно-таки большая, да, мне потребуется 3 столовых ложки фруктозы. Крыжовник, он, в принципе, сладость в нем присутствует, но ее достаточно мало, в нем много кислоты. И нам надо урегулировать вот этот баланс кислотный. Каким образом? Таким образом, что добавим сейчас фруктозу, и таким образом урегулируем кислотно-щелочной баланс, ребята, скажем так. Вот. Крыжовничек, естественно, нужно помыть хорошенько, чтобы он был чистый, и потом уже засыпаем в банку. Вот таким образом получается полная 10-литровая банка. Повторюсь, 3 килограмма крыжовника и 7 литров сортировки. Если что-то сверху, вот какие-то листики там попались от крыжовника, в этом нет ничего страшного, потому что все равно мы потом после настаивания будем фильтровать. Самое главное, чтобы не было грязи. Очень тщательно промыли, ну, а листик попался, листик да попался. Так, фруктозу берем. Так, раз. Так, у меня получается... Сейчас ложки такие неполные, чтобы не рассыпать. В общем, если ложки с горкой, то, в принципе, 2. А если вот такие неполные ложки, то 3 будет достаточно. И теперь отправляем под крышку вакс. Настаивать будем под вакуумом. Вот, видите, сразу реакция пошла. Настаивать буду я под вакуумом ровно месяц. А через месяц будем уже фильтровать. Крыжовник, он довольно-таки плотный по своей структуре. И нужно продолжительное время, чтобы спиртовая наша основа из крыжовника вытащила все вкусняшки. Ребята, я почему именно сейчас показываю это видео без дегустации, без всего вот этого прочего? Потому что сейчас сезон идет, чтобы вы успели поставить. А так, если бы мне нужно было видео заснять полный цикл, постановка, фильтрация, отдых, дегустация, это я через 2 месяца бы снял, и что толку? Уже крыжовника бы не было. Дегустировать мы будем с вами это по-любому потом, когда будет готово. А сейчас вот, чтобы вы успели. Крыжовнички есть, ставьте. Это очень вкусно, замечательно. Вот по пропорциям, ну, как по мне, я опять же делаю по своему вкусу. Я не люблю слишком сладкие, я не люблю слишком насыщенные. Я люблю, чтобы всего было в меру. Вот как по мне, вот такая пропорция, самое то. Смотрите сами, по вашему вкусу. Сделайте вот как делаю я, потом по вашему вкусу откорректируете. В принципе, если, допустим, какая-то слишком насыщенная получилась настойка, вы всегда можете ее разбавить белым. Но хотя вот этот крыжовник, он насыщенный слишком не получится. Он получится то, что надо, вот именно прям в меру. Сейчас настаивается, она у нас, это настойка, месяц, как я и сказал, под вакуумом. Далее я фильтрую. Фильтрую как? Я крыжовник не мну. Я отфильтровываю, вот прям как есть, так и есть. Сначала откидываю через металлический друшлаг такой, ну как, не друшлаг вот с дырками для макарон, а знаете, как вот такая друшлаг, только там сетка. Такая мелкая сетка. Вот через нее раз, и потом уже фильтрую через марлю, потом через ватные диски. Вот. Вы можете через вакуум отфильтровать, в принципе, ну кто как там, привык, кому как более удобно. И потом, опять же, на месяцок, на отдых. Чем дольше отдыхает, тем лучше. Я вот недавно, у меня была одна бутылочка последняя с прошлого года, я недавно ее пробовал. Ну просто чудесный напиток, просто божественный, просто божественный, великолепный напиток получился. По крепости также регулируйте сами. Я не люблю, чтобы была прям уж слишком слабая. Это не наливка, это именно настойка. Она довольно-таки крепкая будет. Нужно вам, чтобы она была чуть-чуть послабже. Пожалуйста, заливайте не 40-градусный, а там 35-градусный примерно, к примеру, сортировки. Это уже корректировать можно под себя. Я вот откорректировал рецепт под себя. Он мне нравится, он меня полностью устраивает. Так что пробуйте, делайте. Сейчас я поставил много настоек, еще буду ставить. Вот крыжовник. Я поставил, уже некоторые даже отфильтровал, на клубники садовой, на земляники лесной. Сейчас буду ставить на черной смородине. На красной смородине не люблю, хотя красная смородина уже есть, не хочу. Сейчас буду ставить на черной смородине. Так, что еще из ягод, что хочу сделать. Что-то были какие-то мысли, уже, если честно, и подзабыл. Ну, у меня там все записано, все настройки, какие я ставлю. Прямо у меня книжечка есть такая, где у меня все рецепты, все я записываю. Когда мне рецепты друзья говорят какие-то, я записываю, проверяю, понравилось, все оставляю этот рецепт. Просто сейчас самый сезон, и пора, пора вот это все делать. Потом долгими зимними вечерами приятно продегустировать вот эти всякие ягодные настойки. Блин, вспомнить лето, все, чтобы было красиво, вкусно, замечательно. Все, ребята, всем пока. Ставьте, ставьте всякие вкусняшки, пока еще не поздно. Будь добру, ребята. Всем вкусных напитков.